Приветствую вас и полюбить себя, как сказал мой коллега, сразу в момент нельзя. Это Ольга, определенная работа, в том числе работа над собой, в том числе работа под наблюдением специалиста. Вот, и, соответственно, полюбить себя так сразу вы не сможете. Совершенно очевидно, что любовь это принятие, принятие себя таким, какой ты есть, какая вы есть. Вот, принятие себя, то есть, отсутствие в вашем сознании и подсознании чувств, мыслей, идей и желаний, связанных с тем, чтобы полностью искоренить ту или иную черту вашей личности. Вот, таким образом, любовь это принятие. Соответственно, если вы себя не любите, значит, вы себя не принимаете. Если вы себя не принимаете, то нужно сначала узнать, почему вы себя не принимаете, что именно вы в себе не принимаете. И откуда вы узнали, что то, что вы в себе не принимаете, является плохим. Вот эти три аспекта. Сейчас совершенно очевидно, что по причине того, что вы в себе это не принимаете, у вас нет информации об этом. То есть у вас нет достоверной информации о том, что вы в себе не принимаете. И поэтому вы ошибочно считаете, что это у вас быть не должно. Конечно, не всё так просто, в том смысле, что одной информации вам будет маловато. Дело в том, что когда-то, 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 вы себя принимали целиком и полностью, такой, какая вы есть. Ну, например, в том же детстве, например, вы себя принимали. Почему? Потому что для ребёнка абсолютно чужда такая история, что себя можно не принимать. То есть ребёнок до этого просто не дойдёт, ему это покажется ненормальным. Вот. И бывают, конечно, истории, когда человек, ну, сталкивается с какими-то негативными проявлениями своих поступков, да, своих действий, вот. И в этот момент ему очень нужна помощь, то есть в том смысле, чтобы взрослые люди, например, показали ему, да, дали адекватную обратную связь, вот, чтобы он понял, что то, что вот с ним случилось, да, то, что с ним произошло, это, ну, ни в коем случае не что-то ненормальное, ни в коем случае не что-то такое вообще изрядово не выходящее, а скорее, наоборот, что-то абсолютно нормальное. Вот. И таким образом, получая информацию, человек понимает, что, ну, да, у нас есть, да, есть какие-то слабости, ну, это, может быть, скажем, это нормально, главное, чтобы это не приносило вред и не принимало масштабов широких. Вот. В общем, в случае ничего такого не было, вам, наоборот, говорили, что это блок. То есть на чувственном уровне, на уровне чувств, у вас здесь стоит блок вот этих вот аспектов, элементов вашей личности, которые вы в себе не принимаете для того, чтобы выжить. А выживание для ребенка что? Получение, одобрение, получение любви и так далее. Вот в этом детском состоянии вы до сих пор и находитесь, из которого вам нужно помочь выйти. Дальше. А, ну, одобрение родителей, да, это, я надеюсь, понятно, одобрение близких. Дальше. Если говорить про уверенность в себе, да, то, опять же, уверенность в себе не появляется сама по себе. Уверенность в себе появляется только в том случае, если человек делает действие, которое доставляет ему удовольствие от процесса и которое соответствует его ценностям. Вот. Только в этом случае человек приобретает уверенность в себе. Самый простой пример, самый простой пример данного факта является приобретение высокого уровня профессионализма в деле, которое вам, ну, скажем так, по душе, которое вам нравится, которое вы считаете своим. Вот. То есть достижение именно вот высокого уровня профессионализма в этой сфере. Вот. Это повышение уверенности в себе. Ну и, соответственно, это касается всего остального, всех остальных моментов. Обратите внимание, Ольга, что я открыл ваш второй вопрос, потому что слишком мало информации. Вот. Я посмотрел, у вас был еще один вопрос в начале месяца, 6-го числа вы задавали, где вы пишете про привязанность к своей маме. Вы пишете, здравствуйте, мне почти 22 года, пока я живу, мне кажется, я сильно привязан к маме. Привязанность чем? В чего? В чем? Когда нужно сделать какой-то выбор, я всегда спрашиваю его советы, да и у других тоже. Редко, когда, получается, принимает решение самой. Эта самая система ценностей у вас не проработана. Ее можно помочь, ее вам можно помочь сформулировать, это сформировать. То есть, это первое. И второе. Это выгода мамы. То есть, ваша мама, она ведь дает вам советы, да? Она ведь не говорит вам, решает сама. Правильно? Она дает советы вам. То есть, она сама как бы подкрепляет, как бы подкрепляет вашу такую вот модель поведения. А это значит, что ей данный аспект нужен. То есть, ей нужно, чтобы вы себя вот так вот вели. Вот. Для нее это необходимо. Значит, ей это выгодно. Вот вы подумайте просто, кому выгодно тот, что вы завис. Вот тут неуверенность в себе и отсутствие принятия себя, это та самая история. То есть, вначале ваши родители волей-неволей, своим отношением сделали так, что вы себя не принимаете, потом сделали себя, они вас не уверены, и после этого появилась привязанность. Естественно, потому что у вас нет собственных ресурсов. Вот. Так что удивительно на самом деле, что вот вы написали про, значит, привязанность к маме, но никакой работы с психологом вы не привели. Хотя, ээээ, лучший ответ человека сделали. Для меня это, конечно, несколько непонятно. Вот. То есть, проблема серьезная, на самом деле. Да, привязанность. Это очень серьезная проблема, потому что вы уже взрослый человек. Вот, и жить вам очень скоро придётся уже самой, да, а вы спорта спрашиваете, советую маму. То есть, как бы, если, допустим, ну, допустим, мужчина, да, у вас будет, вот он задаст, как бы, резонный вопрос, да, вам, а я, собственно, вообще, с кем, с кем я в отношениях, да, я вот... с тобой или с твоей мамой, мамой, вот. Зависимость, опять же, это потребность в чём-то. И вам, скорее всего, нужно, для вас это потребность в одобрении мамы, ну, или, может быть, чем-то ещё. Тут нужно разбираться, ради чего и почему вы спрашиваете у неё советы, вот. И, значит, работа с ценностным аппаратом. Возможно, боюсь неудачи, что осудят, всегда всё должно быть хорошо, а так бывает, чтобы всё всегда было хорошо. Что плохого в осуждении, почему вы боитесь неудачи, как вы относитесь к ошибкам, что это для вас значит, расскажите, пожалуйста. Вот, очень хочу найти своё предназначение, некомфортно, хочется уже работать, но и время тратить на нелюбимую работу не хочу. Для чего вы хотите найти предназначение своё? Понимаете, насколько романтично это звучит? Ваше предназначение. Понимаете? Вот, насколько это звучит романтично, а насколько это звучит наивно. Не бывает предназначение у человека. Знаете, это всё сказка. Сказка это всё. Человек анализирует свои способности, анализирует свои ценности, которые у него сформировались, которые должны были сформироваться к этому времени у вас, грубо говоря. Вот. И, исходя из этого, он уже принимает решения и работает. Вот. Может быть, на несколько работ. Либо человек определяет своими целями. Вот. То есть, ничего плохого в нелюбимой работе нет, если есть цель, какая-то определённая цель, если есть, ничего плохого в работе нет, нелюбимой. Вот. То есть, вы не тратите время на нелюбимую работу. Вы идёте к своей цели, поэтому сперва поставьте цель. Вот. Это не чётко кажется, что сижу на маминой шее, хотя уже взрослых по сути. По годам, а на три, как будто ребёнок как-нибудь. Здравствуйте. Здравствуйте. Приобретал зрел. Личность расти, брать на себя ответственность и так далее. Вот. Причём, что важно, да, брать ответственность именно за себя, а не за других. То есть, вы подумайте, откуда взялось это, вот это чувство, это ощущение, что вы сидите на маминой шее. Откуда взялось это чувство? Случайно? Нет. Я не думаю. Я не думаю, что у вас это чувство случайно появилось. Вот. Я, если честно, думаю, что у этого чувства есть причины. Вот. Я думаю, что у этого чувства есть причины. Я думаю, что это мама негласная на вас так влияет. Вот. Вот этим вот чувством, может быть, долга какого-то. Вот. Мне думается так. Вот потому что вы не сидите у мамы на шее. Это, это, понимаете, ваш родитель. Вот. Это единственный, кто будет к вам относиться, ну, вот так. Знаете? Это единственный, кто будет относиться к вам так. Единственный, кто будет вас любить, безусловно, и так далее. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию. Да? То есть откуда вот вы взялись, что вы сидите у мамы на шее. Вы учитесь, это нормально. Сейчас для вас самое лучшее время. То есть самое лучшее время, это не школа, это именно студенчество. Потому что студенчество вы взрослые уже. Вот. Но при этом, да, вот, при том, что вы взрослые, вы всё ещё не несёте ответственность за себя. Поэтому надо пользоваться. Надо пользоваться этими историями, а не винить себя. А вы всегда вините, обвиняете. А это не ваши мысли. А, как говорят в гештальтерапии, интроекции. То есть нечто чужое, нечто чужеродное, что вы полностью приняли без критики какой-либо. Вот. А это с позиции абсолютно неприемлемой. Ну, для человека, который, вот, опять же, взрослый. Да? Вот. То есть взрослый человек, он отвечает только за себя, он не отвечает за других. Вот. Если ваша мама может вас содержать, она содержит, и проблем здесь как бы нет. Вот. А ваше, ваше, вот ваше чувство вины, да, оно не на ровном месте появилось. Вот. У вашего чувства вины, да, у него есть свои, как бы, причины. Вот. Поэтому с этим нужно разобраться. Вот. Выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе и начинайте работать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Ответил я вам на два вопроса вместо одного. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачу. Вожду. Возв Tem contents